Приветствую тебя, мой дорогой друг. И вот, разработчики Rules of Survival нас снова радуют еженедельным обновлением. Ну что ж, давайте приступим. Итак, как обычно, начнем с нововведений. Во-первых, это добавлены национальные флаги. Теперь игроки смогут выбирать флаги для представления своей стороны в настройках игры. Во-вторых, разработчики добавили изменения ников своих в разделе ранг на вкладке статистика. Обратите внимание, что каждый игрок сможет менять свое имя только раз в месяц. Далее, что добавили разработчики, это наклоны влево и вправо. Их можно вырубить во вкладке операции и отрегулировать положение и размер на каждой кнопке на вкладке пользовательские. Также добавлены гранаты в виде куриц. По сравнению с обычными гранатами, они наносят более высокий урон в более широких масштабах и обладают особыми эффектами взрыва. Еще добавлено два способа получить токены. Первый же способ это кнопочка поделиться в меню, второй способ это путем поднятия ранга в игре. Также добавлены новые предметы в магазин и улучшены правила ограничения покупок. Добавлены новые кейсы по типу тех кейсов, которые мы открывали в новом году. Ну и концом наших нововведений будет специальная зимняя распродажа, в которых будут новые зимние вещи. Изменения же по геймплею будут таковы. Добавлено больше мест спавна лодок на берегах острова. Также добавлены посадочные места в некоторых транспортных средствах. Во внедорожнике и в автомобиле это до 5 игроков, а в трехколесном автомобиле до 11 игроков. Без изменений не оставили же режим наблюдения. Теперь можно наблюдать за противниками, когда их убили. Также об остальных изменениях я расскажу вкратце. Исправлены баги, вызванные с автопилотом. Немного уменьшились кубики, оставшиеся от побежденных игроков. Также изменили текстуру боеприпасов пистолета. Как вы помните, они выглядели точно так же, как и на ПП. Добавили параметры настройки для рюкзаков, медпакетов и метательных гранат на вкладке «Пользовательские настройки». Также изменены маркеры союзников, теперь они не будут вам мешать на поле боя. Еще увеличен лимит запросов друзьям, теперь их будет больше 100. Ну и самое вкусненькое для ПК пользователей, это вход будет не только через сканирование QR-кода, который нам дико просто мешал. Еще немного расскажу о будущей новой карте, которая будет больше нынешней, аж в два раза. Разработчики нам обещают почти два десятка видов новой местности, в которой будут болота, пляжи, канализации, заброшенные шахты. Рассмотреть карту вы можете на данной картинке. Как вы можете заметить, тут два острова, не считая сам спавн игроков. Они разделены рекой, но на картинке не показано, будет ли соединение мостами, или же все-таки придется игрокам переплывать реку. Я думаю, что все-таки там будут мосты, иначе из-за зоны может появиться некий дисбаланс, что приведет к горящим поколам игроков. Также разработчики приложили несколько скриншотов местности этой карты. На них мы видим улучшенную графику, нежели имеем на данный момент. Я думаю, что все-таки графика будет отличаться от скриншотов, иначе большинство девайсов просто не потянут такую карту, и меньше игроков будет играть в эту игру. Видимые поля с цветами, в которых противники будут, ну, очень незаметны, и в игре появится все больше кустодрущеров. Так что, глядите в оба. Кстати, бета-тест на эту карту выходит 31 января, так что ждем. Ну, а на этом я заканчиваю. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok